Это Слава Пескун, сегодня у нас в гостях. Здравствуйте. Здравствуйте, Анастасия, рада вас видеть. Взаимно. И тут я хотела бы начать наш с вами разговор о новых подробностях, скажем так, которые появились и которые касаются ИЛ-76. Это тема, которая не сходила с заголовков, с передовых страниц длительное время. Это действительно трагедия. И пока мы не знаем никаких результатов расследования, но появились снимки спутниковые с места падения самолета ИЛ-76. На спутниковых снимках Planet Labs за 31 января видно, что след, который оставил самолет ИЛ-76 при падении, простирается примерно на 500 метров. Об этом сообщает радио Свобода. Мы помним, что 24 января 2024 года возле села Яблонова в Белгородской области был сбит, вернее, борт ИЛ-76. Минобороны РФ заявляют, что на борту самолета якобы находились 65 военнопленных украинских, которых везли на обмен, а также 6 членов экипажа, 3 сопровождающих. И Россия обвиняет Украину в сбивании самолета американской ракетой Patriot, но пока не предоставили никаких доказательств. Значит, в Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили, что на 24 января действительно был запланирован обмен, но он не состоялся. И отметили, что ведомство не владеет данными, находились ли украинские пленные на борту. Как вы считаете, узнаем ли мы правду в расследовании? И не кажется ли странным, что до сих пор не было предъявлено никаких доказательств того, что там были военнопленные на борту? Ну да, как-то уже это и обсуждали. Конечно, было бы правильно, если бы сделали ДНК-экспертизы, экспертизы криминалистические, экспертизы, которые необходимы для развлечения частиц, людей, частей, экспертизы, баллистические, в конце концов. Это же, понимаете, должно пройти следствие для того, чтобы установить истину, надо расследовать данное дело. Я так думаю, что СБУ, Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело, и, наверное, Российская Федерация по этому факту тоже возбудила уголовное дело. Поэтому нам надо ждать результатов расследования. Вы только что сказали, ну, во-первых, это же остатки людей, частицы, это их идентификация с родственниками, документы на каждого военнопленного, а заводится отдельное персональное дело. Это личное дело сопровождает военнопленного до момента передачи его той стороне, где он был взят в плен, то есть Украине. Поэтому там должны были находиться 65, как минимум, дел этих военнопленных. Дальше. Наверное, есть какие-то особые признаки каждого человека. Если бы останки были найдены, нам бы их показали, и по признакам коственным и прямым, родственники или те, кто знали этих людей, сослуживцы, они могли бы их опознать. На самом деле ничего этого не было, и что очень-очень удивительно. А вы сегодня сказали, что 500 метров след – это след падения, это след после взрыва или как? Ну, пока это только то, что есть на спутниковых снимках. Это от чего это след? Тут не дают пояснений. Тут говорят только о том, что вот есть снимок, на котором видно, что самолет при падении оставил вот этот вот след. Ну, то есть вся информация, которая есть. Да. Я вот на этом хотел бы и остановиться. Я видел видео, я видел видео, и очень многие люди это видели. И при взрыве и попадании ракетой взрыв был моментальный и на одном месте. Никакого следа в полкилометра не было там. Это видели все. Поэтому очень даже интересно, откуда взялся этот след. А вот если есть такой след, что проехал действительно 500 метров самолет и взорвался, значит, либо внутри была, либо поломка, либо это была авария. Но после попадания ракеты он никуда вообще ехать не мог. Ни по земле и ни по воздуху. Там четко было видно, как он на взлете его сбили, и он упал. Все. И взорвался огромное пламя огня. И все сказали, там было еще оружие. Потому что такой взрыв может произойти только от того, что на борту находились взрывчатые вещества. О том, что там было такое количество людей, пока еще никто не подтвердил. Либо это очень засекреченная информация, которая с двух сторон прималчивается, либо кто-то врет. Но я допускаю, что врет, конечно, Россия. Потому что никаких военнопленных там нет. Провокаторы. А с какой целью тогда эта провокация? Как вы считаете, чего пытаются добиться? Я думаю, что это было связано с какими-то международными встречами. Там кто-то куда-то летел, какие-то встречались послы, там еще Лавров был, по-моему, где-то в Нью-Йорке или еще где-то. И на фоне этих встреч могло быть все, что угодно. Понимаете? Поэтому, может быть, им для чего-то нужно было показать, что ракетами Патриот сбивают самолеты на территории России. Может быть, нам нужно было для каких-то китайских друзей эту информацию загнать, потому что была какая-то встреча или переговоры. Мы же с вами не знаем, что на самом деле происходит в мире за тем, что мы знаем. А то, что мы не знаем, ну, мы уже этого не знаем. А узнаем через пару лет когда-нибудь. Понимаете? Но то, что здесь не чисто, Настя, с этим самолетом, ну, сто процентов тут какая-то какая-то история. Я не хочу сказать мистическое. Знаете? Пропало, исчезло 65. Извините меня, трупов. Да не, не бывает. Не бывает. Даже я видел не раз, когда сгорали люди в машине, это были убийства, либо несчастные случаи. Даже человек, когда полностью обгорает на бензине, извините, скелет остается, потому что кости не горят. Кто этого не знает, я российских экспертов поздравляю. Без знания. Кроме того, мы обсуждаем скандал, который касается Зеленского и Залужного уже не знаю там. Во-первых, мы это обсуждаем уже, наверное, несколько месяцев, потому что постоянно появляется какая-то новая информация, то интервью, то какие-то. И вот CNN говорит о том, что Зеленский объявит о увольнении Залужного ближайшие дни. Значит, президент Украины Владимир Зеленский планирует через несколько дней официально объявить об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщает CNN и они ссылаются на собственные источники. Издание также отмечает, что Зеленский объявит о увольнении Залужного до конца этой недели, то есть до 4 февраля. И причиной основной называют то, что у них разные взгляды о войне. Ждать ли нам действительно отставки Залужного и тогда как нам это оценивать? Потому что мы же понимаем, что ситуация на фронте сейчас сложная. И мы понимаем, что в России сейчас выборы и постоянно слышим, что под выборы они хотят каких-то побед. И в то же время мы понимаем, что отставка Залужного это равно там может быть уходу или отставке ряда других людей, которые работают его команде. Вот вы сейчас говорите точно так, как пишет Вашингтон-Пост. И другие западные издания, близкие к правительству Соединенных Штатов, они говорят, что отставка Залужного это в принципе понижение имиджа Украины, это покушение на военные операции, которые должны произойти под его командованием, это понижение рейтинга власти, вызовет недоверие военнослужащих к власти, так как они видят в Залужном какой-то образ генерала, может даже где-то спасителя их жизней, который славится среди армии тем, что он защищает жизнь солдата, бережет ее и поэтому не дает дурацких приказов наступать там, где люди погибнут и армия почувствует незащищенность какой-то степени даже этих бойцов, которые на передовой в связи с снятием авторитетного любимого в обществе так скажем уважаемого командующего и об этом пишут, об этом говорят вопрос а знает ли об этом офис президента, знает ли об этом президент докладывает ли ему ситуацию что вот такое снятие может повлечь за собой последствия такие-то 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 и вопрос сняв залужного и его команду кем вы хотите их заменить хотели бы люди понимать кто будет на его месте как этот человек себя проявил например если это будет цирский то понятно что у него есть боевой опыт широкомасштабных военных действий что у него генералитет его который он командует уже приобрел определенный опыт в позиционной войне и понятно что можно как-то еще о чем-то говорить буданов больше спец спец службов то есть у него все-таки управление специальных операций я ну может и буданов я же не понимаю какие цели перед собой ставит верховный главнокомандующий я ничего абсолютно не имею ни против одного ни против второго и к одному и второму нормально отношусь понимая их вклад в развитие нашего как бы военного дела нашу оборону наши победы наши выматывания нашего противника все мы оцениваем правильно вопрос а почему они не могут работать вместе почему надо менять за каждым из них есть другая команда которая лучше но она не назначается потому что залужный кого-то не пускает так давайте скажем что залужный подает подания на назначение командующего западным фротом южным направлением северным направлением он он тормозит развитие наступательных действий и т.д. и т.п. и об этом надо говорить тогда общество будет понимать за что его сняли за конкретные вещи а когда вы просто говорите что мы этого поменяем на какого нибудь другого как вот написала безуглая из троих будет кто-то выбрать а по каким критериям их будет избирать мы должны понимать какая цель тогда этой войны а может быть нам не говорят очень чего-то серьезного может залужный отказался подписывать какие-то мирные соглашения и его за это снимают потому что мирные ну какая бы немирные соглашения он не имеет права а вот приказ об остановке горячей фазы войны он может дать хоть он отказался то есть или наоборот он не активизирует наступательные действия то есть мы должны понимать за что его снимают и общество наверное должно знать за что будет снят уважаемый в обществе даже может в какой-то степени и любимый генерал да это если это действительно произойдет но пока естественно с источников с инсайдом билд написали об этом о том что Зеленский пытался отстранить залужного но против выступили буданов и как раз таки сырских которых и называли кандидатами на эту должность значит отмечается что военный аналитик центра европейского совета международных отношений Густав Грессель считает что новым главнокомандующим Зеленский хотел сделать как раз таки сырского поскольку он более лоялен к президенту по его мнению Зеленский настаивал на удержании Бахмута летом 23 года залужный был против поскольку с военной точки зрения в этом не было никакого смысла кроме того билд пишет о том что залужный еще несколько недель назад хотел вывести войска савдеевки но Зеленский отказал ему в этом и 30 декабря лично поехал в город на линию фронта чтобы поддержать бойцов ВСУ и также один из украинских офицеров который захотел остаться анонимным заявил Билд что борьба за власть в Украине это очень сложная и длинная история которая негативно влияет на общую ситуацию военный эксперт Николанга в свою очередь считает что после этого скандала Зеленский и Залужный должны явиться вместе и поставить точку в этих дебатах если верить изданию Билд и вот этим разбежностям стоит ли нам тревожиться что в дальнейшем этих разбежностей будет становиться больше и это будет негативно сказываться на ситуации я хочу все-таки еще вернуться к своей о том что изменится если вместо Залужного поставят например Сырского они сегодня и Залужный и Сырский а пользуются услугами или же работают по тем наработанным материалам которые им дает генеральный штаб вооруженных сил Украины то есть Шептало так поэтому командующий генеральным штабом поэтому ничего нового никто либо из них привнести на алтарь победы не может потому что тогда либо генеральный штаб плохо работает либо они друг от друга там что-то скрывают а что они могут скрыть такого если они на каждом совещании вместе и обсуждают вместе эти все вопросы и что они могут такого скрыть если они все присутствуют на заседании ставки верховного главнокомандующего господина Зеленского то есть это одна и та же команда одна и та же так бы сказать президентская рать вот и ничего нового мне кажется невозможно особо сделать пользуясь тем же генеральным штабом пользуясь теми же командирами батальонов старшими сержантами той же техникой которая у них на всех есть одна то есть ну как бы особых перемен от смены вот главнокомандующего ну не появится вот как у нас было в прокуратуре а вот меня например освободили от занимаемой должности а на эту должность назначили моего первого заместителя что изменилось ничего зашел медведька сел в кресло генерального прокурора а я пошел советником и что поменялось те же люди тот же штаб те же условия работы те же назначения ну может два-три человека не так поменяли и что и все продолжало работать то есть если речь идет лично о ком-то это это один вопрос а если на пользу дела это вопрос другой да но тут ведь понимаете в чем вопрос вот допустим если мы говорим о планировании военных операций стратегии тактики я склонна в этих вопросах больше доверять заложному потому что я понимаю что это человек с опытом это человек который имеет военную подготовку определенную и так далее и когда я читаю допустим в том же билд что заложный настаивал вот на этом плане но это было не реализовано потому что по политическим причинам было принято другое решение у меня появляется обеспокоенность потому что я понимаю что у нас на кладбищах уже места нету на некоторых мы за эти все решения платим очень высокую цену это жизнь людей смотрите если вы обратили внимание то заседание этих ставок штабов это коллективный розум и коллективное решение и поэтому от мнения одного человека даже если это верховный главнокомандующий я не говорю уже просто о главнокомандующем вооруженными силами особо ничего не зависит мало того если бы наши иностранные консультанты американцы там англичане и немцы или кто там были категорически против тех решений которые принимались руководством вооруженных сил Украины и государством то их бы этих решений не было они бы не получили реализацию потому что мы же советуемся с руководителями объединенных штабов но для кого это секрет это что это секрет Поли Шинеля что мы согласовываем наши действия с иностранными специалистами то есть говорить о том что эти решения доленосные или антидоленосные принимал заложный ну это же просто глупо это то же самое говорить что за все отвечает президент Зеленский ну так что ну давайте будем валить все на президента или давайте будем валить все на сырского на заложного так нельзя у них коллективный орган для этого и собирается ставка верховного главнокомандующих и вы не забывайте что все операции которые проводятся вооруженными силами Украины выше там бригады наступление отступление там удержание и так дальше то есть ключевые моменты войны они все подтверждаются письменными приказами приказ письменный и без визы заложного и визы Зеленского верховного главнокомандующих ничего не делается и кто думает что заложный одно делает сырский делает другое буданов делает третье это неправда все делают одну работу поэтому все в одной упряжке и для этого должны быть документы подтверждающие если например главнокомандующий не согласен с решением верховного главнокомандующих он пишет рапорт об этом или же верховный главнокомандующий отменяет приказ или пишет нет не согласен с приказом главнокомандующего отменить все тогда все стало на своих местах тогда человек берет на себя персональную ответственность но если бы такие моменты были не коллективного решения мы бы уже с вами об этом узнали а то что например там заложный говорил что я хочу отвезти войска а президент говорил нет давайте держать бахмут все это сказки для для политиков и от политиков потому что решения всегда принимаются объединенными голосами то есть только согласованные вещи вымеренные выянченные ложатся на бумагу а потом на фронт мы с вами упомянули Буданова значит он недавно иностранным СМИ дал комментарии по разным вопросам значит начальник военной разведки Буданов полагает что наступление России выдохнется к ранней весне после чего наступит очередь Украины и по его словам следующие 6 месяцев войны будут интересными удары по территории РФ могут усилиться гипотетическая победа Дональда Трампа на выборах США не особо беспокоит Буданова ну и конечно же многие обратили внимание на эти комментарии потому что Буданов уже не раз давал какие-то определенные такие вот прогнозы или обещания если это можно сказать про Крым про Ялту и тому подобное и они не сбывались и вот сейчас многие пытаются разобраться это заявление это такое послание скажем так западным партнерам России еще кому-то или это действительно прогноз которого стоит ожидать это послание украинскому народу который частично находится на фронте частично находится в Европе и частично находится в Украине это послание украинскому народу что не хвилюйтесь тримайтесь мы все одно переможем перемога будет за нами гроши будут Крыму будем в Ялті будем и каву пить на набережной Ялты будем все потом якщо щось не так ну знайдуть якусь причину пояснити чому це не сталося все уже было не раз поэтому нужно наверное понимать что Буданов он делает правильно он хочет поднять настроение у людей хочет поднять боевой дух ожидания патриотичные понимаете патриотические вот ну можно ему правда это не совсем его работа вот у него есть чем заниматься кроме этого было бы хорошо чтобы этим занимался например первый национальный канал там марафон вот 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 ну Абуданов хочет себе об этом заявлять и говорить ну имеет право значит ему разрешает это делать главнокомандующий которому он подчиняется и верховный главнокомандующий значит это тоже согласованная цитата согласованные вещи и в этом плохого я ничего не вижу ну просто можно чтобы кроме Булданова еще кто-то об этом говорил ну раньше был Арестович сейчас уже все Арестович уже не может ничего да уже не может он бегал да вот надо найти кого-то еще который бы тоже так как бы это повторял но тут надо чтобы у него было доверие людей до этого человека вот ну посмотрим я за полгода даст Бог проживем выживем и я с удовольствием буду поднимать рюмку и чарку за нашу победу и радоваться нашей победе даже маленькой и то буду очень радоваться поэтому дай Бог чтобы слова Буданова сбылись вот и чтобы они были дошли до Бога и в то же время понятное дело что призывают западных партнеров нам помогать больше мы не знаем что будет в Соединенных Штатах но Китай угрожает Украине из-за внесения компаний страны в список спонсоров войны об этом пишет Reuters значит китайский посол сообщил о негативных последствиях для двусторонних отношений практики внесения китайских компаний в перечень спонсоров войны НАПК внесла 14 китайских компаний в список международных спонсоров войны Китай имеет наибольшее количество компаний в этом списке среди всех стран мира туда входят допустим такие гиганты как Alibaba Group Xiaomi Corporation Китайская национальная морская нефтяная корпорация Китайская корпорация строительства железных дорог и собеседник Reuters добавил что в результате Китай не выдвинул никаких условий или временных рамок для Украины а просто высказал свою точку зрения относительно списка другой источник предположил что Пекин может связывать этот вопрос с китайскими закупками украинского зерна Китай в 23 году стал вторым импортером украинской агропродукции среди всех стран мира общая сумма закупок составила 2,22 миллиарда долларов у меня вопрос мы недавно по-моему Raytheisenbank убирали с этого списка если я не ошибаюсь ну вот мне кажется не время играть в такие игры еще и с Китаем или же мы делаем это правильно а я не знаю правильно мы делаем или неправильно может быть такая политика может быть это нужно нашим партнерам может быть это нам очень нужно ну иначе бы мы наверное этого не делали но я как-то позавчера слушал в переводе выступление министра обороны Китайской Народной Республики случайно мне попалось в ленте в Фейсбуке его выступления это было прямой эфир по телевизору Шойгу и министр обороны Китая вели диалог на фоне значит китайских флагов второй на фоне российских флагов они о чем-то говорили и вот этот китайский министр сказал что Китайская Народная Республика армия и ТДТ будут поддерживать Россию в ее противостоянии против Украины всеми возможными способами точка если об этом говорит министр обороны Китая это сто процентов согласованный месседж с руководителем Китайской Народной Республики он не может от себя нести такую чушь или пургу он естественно согласовал этот месседж тем более я видел он его читал да но уже появилось опровержение что это якобы сложности и трудности перевода говорят что нет министр обороны Китая не заявлял 31 января поддержки России по украинскому вопросу его переводчик ничего не напутал его подача скажем честно добрых слов того не заслуживает но далекий от идеального перевод не содержит того смысла который ему приписали а вот пресса и служба очистки пропаганда все безбожно переврали если углубляться в детали то вот детали со слов переводчиков последние годы США и Запад мира изолируют Россию мы все время понимаем и заботимся о российском состоянии решительно поддерживаем справедливость оказали вам поддержку насчет украинского вопроса несмотря на то что США и Европа продолжают давить китайскую сторону даже оборонительное сотрудничество между Китаем и Евросоюзом получило удар но мы не будем из-за этого изменять и отказываться от установленной политики и они не должны и не будут помешать нормальной китайско-российскому сотрудничеству вот такие истории вот он все сказал мы не будем уходить от этой политики переводите вы не переводите сложности перевода не сложности перевода в конце отрезюмировал именно так как я сказал да это плохой месседж я сразу говорю что это не хороший месседж и надо наверное там есть посол который вот в Китае у нас там назначенный очень известный человек наверное надо бы написать небольшую ноту китайскому правительству и сказать что вы пожалуйста не поддерживайте страну которая напала на суверенное государство и ведет в отношении нее военную агрессию а вы поддерживаете страну агрессор вот и все и точка на этом то есть надо такую нотку наверное китайской народной республике написать вот это два ну и третье вы же знаете что все таки китайцы они никогда вам прямо не скажут что они собираются делать даже вот это почему меня удивило это высказывание министра обороны не потому что он это сказал а потому что так напрямую это сказать видите слава богу что они это сказали но завуалировано как оказалось а я услыхал в переводе напрямую и я был шокирован этим я же знаю китайцев этим сказать что я тебя не люблю это вообще невозможно он будет сказать слушай мне не нравится твое правое ухо ты знаешь вот тут мне не очень нравится как ты произносишь слово мама еще что-нибудь но напрямую сказать я тебя не люблю китаец никогда это не скажет он так подумает но никогда не скажет понимаете поэтому когда я услыхал этот месседж меня это очень осторожило и в то же время глава ЦРУ Бернс в программной статье для Форен и Фейерс написал свои размышления скажем так на все происходящее в мире и вот пишет о том что этот год вероятно станет тяжелым на поле боя в Украине испытанием на выносливость задача Украины состоит в том чтобы наносить более глубокие удары за линию фронта и добиваться устойчивых успехов в Черном море в этой ситуации Путин может снова заняться бряцанием ядерного оружия и было бы глупо полностью игнорировать риски эскалации но было бы столь же глупо излишне пугаться их ключ к успеху заключается в сохранении западной помощи Украине это относительно скромная инвестиция составляющая менее 5% оборонного бюджета США ну и так далее и тому подобное скажем там там еще много рассуждений но тем не менее вроде бы все понимают что надо поддерживать Украину все об этом знают все об этом говорят о том что Путин опасен о том что Украина форпост и в то же время мы постоянно сталкиваемся с тем не хватает не проголосовали не дали три проверяющих недавно к нам приехали проверять а куда как что там с помощью идет и тому подобное к чему нам реально готовиться в этом году ну смотрите я не глава ЦРУ слава богу а может быть очень жаль два месяца тому назад я сказал то же самое в эфире телеканала по-моему с Назаровым я был вот я сказал то же самое то что он сейчас написал я сказал что если мы продолжим активно убивать корабли в Черном море и будем глубоко бомбить Российскую Федерацию плюс если мы положим на поле боя более миллиона русских Путин применит ядерное оружие я это сказал два месяца тому назад а сейчас об этом сказал Бернс ну он правда так намного умнее чем я это сказал изысканее ну у него было время подумать выписать фразу у меня такого времени в эфире нет поэтому я говорю то что думаю но я это сказал а он сейчас это повторит ну правда там без миллиона ну он он думает что Путин может и без этой цифры применить ядерное оружие тогда вообще плохо вот надо подумать как нам выстроить стратегию как нам выстроить стратегию чтобы мы могли одержать победу без ядерного катаклизма то есть вот мелкими ударчиками мелкими порезами мелкими операциями но ежедневно ежечасно донимать 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 пока они сами не откажутся от своей идиотской затеи и не уйдут с нашей территории вот так надо делать вот как раз в Черноморском флоте он мог потерять еще один корабль после удара Украины Украина заявила о уничтожении ракетного катера Ивановец Черноморского флота РФ на рейде озера Донузлав в Крыму по данным ГУР Украины корабль получил повреждения дал крен на корму и затонул основными базами Черноморского флота России служат Севастополь Феодосия Донузлав и Новороссийск однако из-за войны в Украине и ударов по крымским базам России со стороны Киева почти за два года приведших к потере не менее 20 кораблей включая флагманский крейсер Москва российским военным пришлось прятать флот в Новороссийске и даже мы слышали о Абхазии куда тоже были заведены корабли это вот как раз та техника мелких порезов о которой вы говорите и если мы придерживаемся этой тактики но тогда пока мы этими мелкими порезами порежем всю Россию настолько что они осознают что пора уходить и выходить но это затягивается тогда больше чем на два три года и так далее все все будет зависеть от того как нас будут как нам будут помогать наши стратегические партнеры вот Евросоюз нам дал 50 миллиардов на 5 лет из них 17 миллиардов это помощь и 33 миллиарда кредитов у меня вопрос которые придется отдавать да у меня вопрос какого фига мы отказались или кто и выполнил ленд-лиз которым нам тоже надо было платить то тут еще только деньги а там уже были готовые самолеты ракеты пистолеты автоматы и кто отказался от этого ленд-лиза почему закон Соединенных Штатов Америки не был выполнен исполнен я думаю что в администрации Байдена будут отчитываться о выполнении ленд-лиз почему он не был выполнен закон же был проголосован да и год он не выполнен потом они проголосовали об его отмене почему не продлили а ведь это тот закон за который проголосовали и республиканцы и демократы они его поддержали почему не продлили значит что не хотят чтобы мы победили или что нам легче взять кредит из западной Европы чем американское оружие за него надо были деньги отдавать через 40 лет да да а тут надо отдавать будет через 5 кстати о кредитах может это и не кстати но кстати а что списывают кредиты у нас сотни миллиардов кредитов 100 европейским институциям американским международным фондам ну везде мы все в кредитах а почему нам не списывают почему Польше списали грекам списали венгрии списали болгарии списали румынии почему нам не списывают мы воюем за них они нам кредиты не списывают они что думают что мы так самое страшное что мы же их отплатим да мы же их платим из тех денег которые они же нами дают мне кажется вообще Настя над нами немного издеваются возможно вам не кажется знаете возможно в этой мысли мы с вами даже и утвердимся в скором времени просто открыто об этом пока мало кто говорит но тем не менее этот год точно будет тяжелым и пока заявляют ну там скажем из помощи которую мы ожидаем это F16 многие сказали о том что ну в принципе F16 уже как бы особо ситуацию на поле боя не меняют потому что уже приспособились уже есть новое оружие уже подготовились к этому и так далее заложенный в своей колонке писал о том что нам надо что-то как в первой мировой войне изобретение пороха который кардинально изменил эту ситуацию раньше была такая надежда на F16 все говорили вот сейчас F16 придет и значит все сейчас уже рассыпалась эта идея мне ничего не помогает потому что F16 не работает без системы авакс а система авакс работает только на 400-500 километров а 400-500 километров от границы это у нас Киев от Львова а воевать нам надо в Донецке это еще тысяча километров поэтому ну не крутит тема авакс не залетит на территорию Украины потому что да это война с НАТО вот а эти самолеты они же должны где-то базироваться учитывая наших друзей которые здесь шпионят на помощь на пользу России они конечно вычислят эти самолеты и конечно поставят метку найдут способ и что потеряем и полосы и самолеты поэтому перед тем как получить F-16 мы должны точно понимать что они будут сохранены что их на земле не убьют и что авакс достанет сопровождать их потому что наводит же специальный самолет который мы кстати сбили с нашей чести мы один такой авакс хлопнули вот а там еще их штук 5 есть в России 6 и поэтому F-16 он нужен он может быть но я не знаю я не военный как он будет эффективен военный мне говорили что ничего особенного уже не будет ну да да это мнение военных экспертов людей которые понимают разбираются и так далее но ждем тогда прибытие F-16 и там посмотрим а вдруг знаете надежда запросто туда долетел это были бы наверное исторические кадры которые облетели бы весь мир и во всех хрониках были сохранены ждем тогда этих кадров вам спасибо большое за разговор Святослав Пескун был сегодня с нами друзья благодарю вас за то что вы смотрите поддерживаете комментируете подписывайтесь если вы этого еще не сделали и мы с вами обязательно увидимся в следующих наших эфирах меня зовут Анастасия Гусарева а вы пожалуйста берегите себя субтитры